Дорогие друзья, в эфире пятая полуфинальная игра региональной олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославия». И в ней принимают участие Василий Родионов, гимназия номер 2, город Ярославль. Евгений Фрянцев, лицей номер 86, город Ярославль. И Александр Шувалов, провинциальный колледж, город Ярославль. Мы начинаем с пролога. Как всегда, первый конкурс русского языка. Вы знаете, где находятся ваши задания. У вас 20 секунд для того, чтобы указать правильное написание предложенных слов. Время пошло. Время истекло. Я прошу передать нашим судьям результаты этого конкурса. А мы переходим к конкурсу красноречия. Знать много языков значит иметь много ключей к одному замку. Как вы понимаете высказывание французского философа Вольтера, выразить свое отношение к этому высказыванию. И первым начинает Василий Родионов. Приветствую, уважаемый Ариапак и Михаил Александрович. Я согласен с высказыванием французского философа Вольтера. Я понимаю это так, что каждый язык по-своему уникален и богат своими особыми словами. Например, в русском языке для обозначения слова «любовь» есть один термин, который обозначает весь спектр этого чувства, эмоций и в целом понятия. Однако в греческом слово «любовь» имеет, если не ошибаюсь, до 18 значений, которые позволяют ярко выразить каждый из его оттенков. Таким образом, применяя в своей речи слова из разных языков, можно точнее выражать свою мысль и находить подход к любому человеку и точнее доносить свою мысль. Спасибо. Спасибо. Евгений, слушаем Вас. Здравствуйте, уважаемый Ариапак Михаил Александрович. Как мне кажется, метафора замка, о которой говорит Вольтер, обозначает человека, а ключ — это непосредственно язык. И в контексте данного высказывания язык рассматривается как инструмент и не более. И все-таки, обладая навыком говорения на неродном иностранном языке, ты не можешь до конца донести свою мысль, быть понятым в большей мире, расположить человека к себе. Спасибо. Спасибо. Александр, вы завершаете этот конкурс. Здравствуйте, уважаемый Ариапак и Михаил Александрович. Я полностью согласен с данным высказыванием. Наш мир, он огромен и необъятен. И в каждом уголке нашего мира можно найти огромное количество различных народов и национальностей. И у каждой может быть свой особенный язык. При изучении этих языков человек постигает культуру данного народа. Он развивается и таким образом может находить контакт с такими же, как и он, людьми по всему миру. Поэтому я считаю, что человек, изучая языки, приоткрывает эту завесу языкового барьера, развивается и стремится к успеху и процветанию. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо всем нашим участникам. Ждем решения судей. Ну что же, мы считаем, что наши участники с успехом справились в этих двух конкурсах. Первым дорожку выбирает Александр Шувалов. Желтая. Затем Евгений Фрянцев. Красная. И, соответственно, последним Василий Родионов. Ну что ж, дорожки распределены и снова поговорим о князьях. Первый этап. Три темы. Главные торговые пути. Самый древний храм. И нет покоя. Василий, вы выбираете первый. Я выбираю первый вопрос. Главные торговые пути. Князю Ярославу приходилось много путешествовать. Самые главные торговые пути Руси и его времени – из варяг в Греки и из варяг в Персы. А какие крупные города Руси соединял путь из варяг в Греки? Он соединял Киев, Новгород. И это правильный ответ. Ну, он, может быть, там и другие по дороге попадались города, но соединял он прежде всего эти два города – Киев и Новгород. Вы абсолютно правы. Александр? Самый древний храм. О Ярославе летописи писали, что он построил многие храмы и монастыри. Конечно, до наших дней сохранилось очень немногое. Какой каменный собор, построенный в период правления Ярослава, является древнейшим православным храмом на территории современной России? Рискну предположить, что это и есть храм Ильи Пророка? Нет, тот храм Ильи Пророка, который построил Ярослав, не сохранился. Но вы переходите во второй этап со штрафным очком, а мы ждем мнения теоретиков. Давлетов Даниил, провинциальный колледж, город Ярославль. Возможно, это был храм Святой Софии. Где? В Новгороде. А вот это уже, правильно, Софийский собор в Новгороде построен в 1050 году на месте прежнего деревянного. Это, конечно, орден. А вам, Евгений, остался вопрос на тему «нет покоя». Князь Ярослав умер в 1054 году, и его тело было положено в саркофаг в Софии Киевской. А с какой целью в 1939 году саркофаг князя был впервые открыт? С какой целью? Перенос его мощей в другой город. Что-что? Перенос его мощей. Перенос, а куда его перенесли-то их? Более безопасное место. Куда безопаснее. В первой мировой войне. Это был 1939 год. Еще о войне в нашей стране и речи не было. Нет, это неверный ответ. Вы покидаете красную дорожку, к сожалению. Что думают теоретики? Изюмов Александр, средняя школа номер 52. Для выяснения, действительно ли он облатал хромотой? Вот прям такая задача ставилась. А что сделали-то? Зачем открыли-то? Для того, чтобы сделать рентген. Сделать рентген. А вот это уже, наверное, можно считать правильным ответом. Сделали рентгенологическое исследование, анатомическое. Вот тогда-то и диагностировали ту самую хромоту. Это орден? Это орден. Да. Мы во втором этапе. У нас три темы и два участника. Архитектурная особенность, церковь Александра Невского и новое имя. Василий? Новое имя. Незадолго до смерти Александр Невский принял монашеский постриг и получил новое имя. Назовите его. Предположу, что это Юрий. Это неверное предположение, но зеленая дорожка вас пока не отпускает. Теоретики? Амирханово-Дарья, средняя школа номер 70, город Ярославль. Это было имя Алексей. Ну, чуть точнее можно? Алексей. Алексей, да, абсолютно верно. Это орден. Александр. Церковь Александра Невского. В начале 18 века на месте Невской битвы была построена церковь, посвященная Александру Невскому. По чьему распоряжению она была воздвигнута? По распоряжению Петра Первого. Самое обидное, что это тоже неправда. И это какая у вас ошибка? Здравия. А вот это уже совсем обидно. Но, к сожалению, вы покидаете желтую дорожку. Теоретики? Зиновьев Егор, школа номер один, город Рыбинск. Это был Александр Данилович Меньшиков. Ну, конечно. Это был Александр Данилович Меньшиков. Сподвижник Петра, а не сам Петр. Это орден. Василий, вам осталось только выиграть у самого себя. Итак, вопросы третьего этапа. Княжеская рака и церковное торжество. Тогда церковное торжество. Церковное торжество. 19 сентября 1899 года в Ярославле состоялось церковное торжество, на котором городской голова Иван Александрович Вахромеев сказал, «Мы не сомневаемся, что отныне каждое столетие в настоящий день отдаленные потомки наши не перестанут выражать дань уважения к столь видному политическому деятелю в тяжкую татарскую эпоху. Какому событию было посвящено это торжество?» 1899-й. Посчитаем. Именно события, а не человек. Ну, Вахромеев говорит о человеке, конечно. Но если человек, то предположу, что это Федор Черный. И? Вот теперь к какому событию? Так, это Федор Черный. Если это Ярославль, то, скорее всего, связано с его поездкой в Орду. Дело дипломатической поездкой в Орду. Где, если не ошибаюсь, он договорился о сотрудничестве с Ордой. То есть вы намекаете, что это был такой юбилей договоренности о сотрудничестве с Ордой? Нет, нет. Это даже для Вахромеева как-то очень сильно и путано. Тем более торжество церковное, но церковь такие даты не отмечают. Церковное, возможно. Ну, возможно, это связано с принятием Федором Черным схемы. Ну, хотя... Так, давайте как-то вот уже чего-то решать. Потому что было много размышлений, которые можно считать ответами. Правильного ответа я, например, не услышал, не знаю, как наши судьи. Вообще правильного или полностью правильного? Вообще полностью правильного я не услышал. Итак, 99-й год. Будьте добры, повторите, пожалуйста, свой окончательный ответ четко. Или придумайте новый. Не надо. Так. А вы думаете, трудно выигрывать у самого себя? Так, нелегко. Ну, итак... Итак, имя было названо. Федор Черный. К событию вы почти подошли. Вот сформулируйте, пожалуйста, какое событие, связанное с именем Федора Черного, празднует церковь 19 сентября. 19 сентября. Так. Если это 1799 год, то это 600 лет с возвращения... 600 лет. 600 лет с возвращения Федора Черного в Ярославль. Нет? Прямо событие-событие. Ну что, приехал и приехал в первый день. Приехал, отдохнул. Со следующего дня начал княжить. Не попадает. Так. Господа, давайте завершать всю эту историю. Мы дали максимально все шансы, и вы были близки к правильному ответу. Ах, да. Его нам дадут теоретики. Дадут теоретики, да. Значит, вы ответ правильный не дали. Мы его не услышали. Это у вас какая ошибка? Первая. Вторая. Вы можете переходить со штрафным очком, а мы с теоретиками поговорим. Балашов Константин, школа номер 30. Это 600 лет со дня смерти Федора Черного. Со дня его блаженной кончины. Конечно, именно эту дату отмечает церковь 19 сентября. Спасибо. Это орден. Василий, больше не будем вот так вот помогать. Выкручивайтесь сами. Ваша тема «Историческое полотно». Кто из выдающихся отечественных живописцев в начале 20-го столетия увековечил на своем историческом полотне поединок Александра Невского и Биргера Афбьелбо? А Рерих? А надо же, ведь сможет, когда знает. И это правильный ответ. И, по-видимому, он у самого себя все-таки выиграл. Василий Родионов, гимназия номер 2, город Ярославль. Было трудно всем. Ну что ж, у нас остался вопросик один неразыгранный. Можно получить орден. Княжеская рака. В каком храме Ярославля сейчас находится рака со святыми мощами благоверных князей Федора Смоленского и чад его Давида и Константина? Палеон Иван, школа номер 70. Это Успенский собор. И это правильно. И это орден. И мы переходим в эпилог. Первый вопрос эпилога. Ярославцы помнят и любят основателей своего города. Назовите скульптурные монументы, установленные в Ярославле в честь князя. Шувалов Александр, провинциальный колледж, город Ярославль. Это памятник Ярославу Мудрому на Богоявленской площади. И монументы. Монументы. Также существует статуя Медведю, которую победил Ярослав. Это тоже в честь князя или в честь Медведя. Но он победил. Да, тут сложный вопрос. А все-таки скульптурные изображения князя в Ярославле еще есть, кроме памятника на Богоявленской площади? Однозначно есть. Вот где? Извините, извините. Пожалуйста, еще. Ванчеева Дарья, провинциальный колледж, город Ярославль. Я предположу, что это скульптура Анисимова. На себе не показывает. Где она находится? В музее. Заповедники, возможно. Ну, как бы, всяких этих бюстов-то у нас есть некоторое количество. Но мы сейчас о скульптурном изображении, установленном в Ярославле. Вашов Константин, школа номер 30. Помимо скульптуры на Богоявленской площади, скульптура установлена еще в юбилейном парке. Не юбилейном, а парк Тысячелетия Ярославля. Вот там как раз медведь с рыбой. Вот это неправильно. Ну, еще. Знай, люби свой край. Может, памятник, установленный на стрелке в честь Тысячелетия Ярославля? Да, да. И там у подножия стоит скульптурная фигура. Ярослава Мудрого. Что делаем? У нас памятника два. И вот сюда медаль. Хорошо. Девушки, медаль. Брачную кашу со своей невестой Прасковией Александр Невский ел в Тарапце. В Великом Новгороде состоялась их свадьба. А в каком городе проходило венчание? Шельпова Мария, провинциальный корочек, город Ярославль, возможно, в Переславле? Нет. Нет. Зиновая Фегоршко, номер один, город Римск. Могу предположить, что это Полоцк. Это Полоцк. Это абсолютно верно. Это медаль. И, наконец, вопрос. В 1261 году у Александра Невского родился сын Даниил. Начало какой княжеской династии он положил? Славдатинкова Алла, провинциальный колледж города Ярославля, Московской. Да, это династия московских князей. Это тоже медаль. Это последний вопрос эпилога и последний вопрос нашего пятого полуфинала, в котором победил Василий Родионов, гимназия номер два, город Ярославль.